Путешествие из Самары в ООН задумали в СГАУ еще в декабре. Идея увенчалась успехом, да еще каким. Доклад ректора Евгения Шахматова включили в повестку дня сессии подкомитета по вопросам космического пространства. 24 февраля самарцы сели в кресло представителей Российской Федерации в зале ООН. Для меня это тоже было совершенно таким неожиданным все это увидеть. Ну правда иногда мы по новостям видим, как в ООН там сидят за полукруглыми этими столами, обсуждают. Ну а тут участвовать вообще это интересно вообще. Презентация с ГАУ сделала Самару и сам ВУЗ известным на мировом уровне. Особенно зарубежные коллеги заинтересовались студенческими мини-микро- и наноспутниками. Когда я им говорил о том, что мы не только учим, но мы и делаем, и вот космический аппарат. Для всех это было тоже как открытие, как университет участвует в таких разработках. Новые партнеры у СГАУ появились по нескольким ключевым направлениям. Это, например, подготовка специалистов космической области или университетская станция приема и обработки космической информации. Во многих странах и не представляли, что такое оборудование может быть на базе ВУЗа. Также СГАУ пригласил молодежь развивающихся стран на международную космическую летнюю школу, что каждый год проходит в Самаре. Представители МИДа говорят, что это первый университет, который приехал к нам сюда в ООН с такой презентацией, с такой позицией. И она очень хорошо повлияла не только в отношении налаживания наших связей университетских, но и в целом по отношению к России, даже и к региону нашему. Уже есть договоренность провести в Самаре в 2017 году симпозиум под эгидой ООН. Кроме того, МИД России предложил СГАУ открыть новые специальности. Так нигде в стране не готовят юристов в области космической деятельности, хотя такие специалисты сейчас нужны. Предложение сегодня обсудили на ученом совете университета. Ответ положительный. Валерия Макарова, Станислав Левин. События. Субтитры создавал DimaTorzok